Это Петербург, 2022 год. Есть такая тенденция в России, чтобы люди со всех городов, маленьких деревень, по России переезжали в Санкт-Петербург. Все говорят, что здесь классная романтика, интересная архитектура, красивый город. Но в то же время он и довольно-таки депрессивный. Чтобы вы понимали, примерно 8-8 месяцев в году это будет вот такая царить атмосфера, немного депрессивная. Как правило, люди, когда переезжают в Санкт-Петербург, они селятся примерно вот в таких районах. Это Невский район, улица Крыленко, вот здесь перед нами виднеется бульвар Крыленко, Евдокима Огнева, Дальневосточный. Это Юго-Восток. Ну, довольно-таки относительно неплохой район в том плане, что он рядом с центром города находится. Здесь на машине ехать без пробок, если минут 20 до площади Восстания. Ну, если пробки, понятное дело, можно и час ехать, я думаю, можно, наверное, и полтора. Ну, райончик довольно-таки промышленный. Здесь исторически так повелось, что здесь это была дальняя окраина города, и здесь, в принципе, могли размещаться производства, ну, никому не мешая. И еще один факт того, что здесь производство, это Нева. По Неве очень удобно было справлять различные грузы. Но довольно-таки недорого. Ну, и вот, вам придется, скорее всего, жить в каком-то таком районе. Невский район, повторюсь, да. Он рядом с центром города, относительно недорогой. Здесь можно квартиру снять, наверное, за 1025. Какую-нибудь студию, вот, например, вот в таком доме муравейники. Сразу скажу, что эти муравейники, это достаточно плохое жилье, потому что, как правило, построены они из дешевого материала, некачественный. Звукоизоляция очень плохая. Слышно соседей буквально... Ну, вот я как раз-таки живу в таком муравейнике, вот. Вот перед вами виднеется. Это вот радужный дом. Там еще гора изображена из вентфасада. 25-этажный муравейник. Я живу на 14-м этаже. В студии. И вот, что из особенностей подобных злостных муравейников? Это на квартире... Ой, на этаже может находиться 15 квартир, как в моем случае. 15 квартир. Карл. Кошмар. Соседи постоянно меняются, ты никого как бы не знаешь. В основном это какие-то еще маргиналы, которые бухают, там, выглядят неопрятно, максимально хмуро, так. Ну, неприятный, в общем, неприятный контингент такой. Много быдла. И дом размещается еще и на месте завода. Здесь раньше были производства на набережной. И земля довольно-таки загрязненная. Так что, ну, и проблема, опять же, с экологией. Да, здесь много вот осталось производства. Допустим, рядом виднеется пивозавод Хайникин. Сейчас мы его увеличим. Это вот корпуса зелененькие. Вот белый корпус там вдали. Это все завод Хайникин. Производство в Санкт-Петербурге, в Невском районе, недалеко от центра города. Пиво производит. И оттуда может доноситься неприятный запах. Очень много развязок по типу Дальневосточный проспект, так как Октябрьская набережная, которые были превращены в автомагистрали. Это вот, наверное, КАТ и вот, ну, то же самое, вот эти две развязки. Ну, в том плане, что загруживаемость очень сильная. Такие моменты. Невский район, Санкт-Петербург. Продолжение следует... Продолжение следует...